Доброе утро! Информационная программа нашей новости начинает свою работу в эфире. В студии Василий Морозов и Татьяна Динер. Здравствуйте! Сегодня в Москве в Совете Федерации откроется презентационная площадка Алтайского края. Она будет работать в рамках Дней нашего региона. Экспозиция отражает историю развития территории. Первый стенд посвящен Дземидовскому периоду и становлению промышленного Алтая. Другие рассказывают о периоде Столыпинских реформ, о своей нецелены и о современном Алтае. На отдельном стенде размещены образцы натуральной продукции алтайских товаропроизводителей, в частности детское и спортивное питание. Ожидается, что в церемонии участия выставки примут участие губернатор края Александр Карлин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Депутаты Республики Алтай проголосовали за перевод времени на час назад. В минувшую пятницу парламентарии приняли решение выступить с законодательной инициативой в Госдуме. По их мнению, возвращение к четырехчасовой разнице с Москвой позволит более рационально использовать световой день, который зимой особенно короток. Дума может поддержать решение в том случае, если законодательная инициатива исходит одновременно от нескольких регионов. В данном случае это Томская Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай. В сентябре рабочие группы создали Томские и Новосибирские парламенты. Теперь депутатам предстоит проголосовать за инициативу на ближайших сессиях. В нашем регионе вопрос обещали рассмотреть до конца года. Если и остальные три региона примут положительное решение, то уже в марте мы сможем перевести стрелки часов на час назад. Социальным предпринимателям края окажут дополнительную поддержку. Губернатор Александр Карлин предписал соглашение о сотрудничестве с руководством фонда «Наше будущее». Уже 8 лет фонд ищет инновационные проекты в социальной сфере и помогает их реализовать. Кроме того, здесь адаптируют успешные западные технологии социального предпринимательства к российским условиям. «Наше будущее» – частный фонд, в числе его учредителей – компания «Лукойл» и лично бизнесмен Вагид Олегперов. Алтайский край стал третьим регионом России, где реализуется практически курс фонда. Средства предоставляются предпринимателям на возвратной и невозвратной основе. Некоторые – очень яркие проекты. Фонд финансирует на 100%. Отбор при этом очень строгий. И вот один из успешных примеров некоммерческого партнерства. 60,5 миллионов рублей за 6 лет работы собрало и региональное отделение российского детского фонда для нуждающихся ребятишек. Необходимую медицинскую помощь на эти средства смогли получить более полутора тысяч алтайских детей. Об этом рассказал председатель попечительского совета Краевого фонда «Поддержим ребенка» Яков Шуехет на пресс-конференции, посвященной подготовке к традиционному марафону. Фонд был создан в марте 2009 года по инициативе губернатора Александра Карлина. Все началось с трех ребятишек, у которых были проблемы со слухом. В рамках марафона собрали деньги, чтобы помочь родителям оплатить проезд, проживание и реабилитацию. Операции проводились по федеральной квоте. Постепенно список заболеваний расширился. Сегодня фонд помогает детям, страдающим диабетом, муковисцидозом, целиакией, аутизмом. Ежеквартально на нужды детей необходимо около 6 миллионов рублей. И пока, благодаря неравнодушным гражданам, эту сумму удается собрать. Внести свой вклад можете и вы, направив на короткий номер 7715 слово «ребенок» и сумму пожертвования. Или перейти на концерт 4 декабря. Вместо и время организаторы обещают сообщить, как только найдут подходящий зал. Для меня лично марафон – это эстафета защиты ребенка. Сегодня я могу помочь ребенку, который нуждается в лечении. Завтра кто-то на улице переведет моего ребенка через дорогу. Это понимание того, что чужих детей не бывает. И вот проявление солидарности по защите детей в обществе позволяет в миру детей побеждать добро и любви. Мужчин старше 50 приглашают поиграть. Краевой кризисный центр для мужчин совместно с газетой «Аргументы и факты» на Алтае сегодня открывает клуб здоровья. Лечить здесь будут не совсем традиционным способом. В арсенале специалистов центра более 70 современных настольных игр. Марракеш, Румикуб, Дубль и другие. Все они направлены на развитие мышления, концентрацию внимания, реакцию, моторику, логику и даже выброс адреналина. Игротерапия, отмечают психологи центра, хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. В группу «Здоровье» прежде всего приглашают мужчин, переживших инфаркт миокарда, а также всех желающих сохранить в пожилом возрасте остроту мышления и просто весело провести время. Игротерапия начнется сегодня в 18.30 в Краевом кризисном центре для мужчин. Всероссийский турнир памяти сотрудников Краевого управления ФСБ, погибших при исполнении служебного долга, стартует сегодня в Барнауле. В течение трех дней более сотни спортсменов из разных городов страны будут бороться за звание сильнейшего. Время проведения выбрано не случайно. В эти дни будет дан старт череде мероприятий, посвященных празднованию Дня работника органов госбезопасности России. Организаторы приурочили турнир еще к одной дате. 19 лет назад офицеры Сергей Чебеков, Дмитрий Шелестов и Владимир Косолапов погибли при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. А 10 лет назад было решено увековечить именно погибших. А представители самой сладкой профессии накануне спорили, у кого самый вкусный торт. Причем на приготовление шедевра кондитерам дали всего полтора часа. Чей же торт оказался слаще, выясняла Елена Кузовкина. Внимание! Без белого халата и специального головного убора посторонним не входить. На работу полтора часа в распоряжении формочки, лопатки, ножи и прочий инвентарь, необходимый для оформления. В результате должен получиться одноярусный бисквитный торт весом не более двух килограммов. Четыре повара в присутствии экспертов создают настоящие кондитерские произведения искусства. Очень трудно судить, потому что условия не очень хорошие для производства, так сказать. Нам придется закрыть на это глаза, хотя это очень важно при производстве продукции. Смотрим санитарные нормы, смотрим технику оформления, хотя это очень сложно оценить. Вера Товмасян – повар-кондитер с приличным опытом работы. Воплощает в жизни самые смелые задумки клиентов, оформляет заказные торты. Из последних вспоминает торты в виде гитары. Сегодня решила сделать более привычный классический вариант, украшенный цветами и елочными шишками. Видимо, участница конкурса захотела отдохнуть от смелых и не всегда эстетичных заказных композиций. Очень разные были торты. Были и котелки с кишками, с глазами, с пальцами, с оторванными. Ну вот так вот люди. Очень разные, интересные всякие у нас. В этом году среди поваров только женщины. Перед практическим заданием пришлось пройти тестирование из 30 вопросов, а также представить на суд жюри домашнее задание. Оригинально оформленный мастикой несъедобные конструкции. По итогам всех заданий лучшим кондитером Барнаула стала наша героиня Вера Тывмасян. Второе место досталось Наталье Карих, третьей Евгении Галдак. Победительниц наградят в торжественной обстановке 26 ноября на городском празднике труда. Елена Кузовкина, Александр Морозов. Наши новости. Сегодня, кстати, есть повод испечь торт с елочкой и шишками и поздравить с днем рождения. Кого бы ты думал, Вась? Деда Мороза. Да, свой истинный возраст зимний волшебник скрывает, но точно известно, что ему более двух тысяч лет. Что ж, самое время сделать подарок себе. Вот и напишу я как раз и письмо Деду Морозу. А к утреннему часу у нас все новости. Телефон нашей редакции 659-129. Хорошего настроения вам и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok